Для нас нашего собрания сегодня это спикерское наступление нашей дорогой сестры Кати. Она предложит тему из книги больших. Спасибо. Катя Алтоголичко, здравствуйте, друзья. Спасибо, что позвали. Я уверена, это в первую очередь возможность для меня прийти и услышать Бога через вас. Поэтому спасибо за то, что вы меня в очередной раз приближаете к нему. Я часа два-три назад задумалась о том, о чем спикерить, потому что мне сказали, что основа, как и моего выздоровления, большая книга, то же самое. И сегодняшняя встреча моя спикерская должна базироваться на основе нашего главного текста. Мне захотелось, мне кажется, из всех глав взять по какому-то отрывку, потому что хочется, чтобы самое главное, самая суть. И на самом деле, если бы моя программа и вся судьба умещалась в каком-то одном предложении, это бы и была вся книга. Да, то есть нам бы раздавали тут подкрыточки, в которой в одно предложение было написано, что мне нужно сделать, чтобы алкоголизм меня не убил. И, к сожалению, это не так. А может и к радости. Я не знаю, так вещи обстоят. Я думала про разные темы, и поскольку я вчера с подопечной читала эту главу, она у меня в очередной раз свежа, да, вот внутри, даже не в голове, а где-то внутри, в сердце. Поэтому я хотела бы, чтобы мы подняли подобную тему сегодня. Глава, есть выход, выход есть, есть решение, как только не называют, но это то, что я имею в виду. Есть несколько моментов книги, которые меня лично веселят. Например, я сейчас на 19-й странице, где они тут говорили о том, что они хотят написать книгу. И написано, мы сделали все возможное, чтобы приблизиться к такому идеалу, да, чтобы не было всякого рода споров. Многие из нас понимают, что обладая истинной терпимостью к человеческим недостаткам и уважению к мнению другим, мы становимся полезнее для окружающих. Почему они сюда это засунули? Они же говорят о том, что они пишут книгу. И я представила себе, что вот там конец 30-х годов, примерно 40 алкоголиков анонимных, самые трезвые, с которого там Билл и Боб, они самые трезвые, у них там пару, тройку, четверку лет, не знаю, сколько они там писали. Да, собрались и начинают писать книгу. Как вы думаете, если бы мы сегодня собрались писать книгу, когда бы мы ее дописали? И скорее всего, да, они, зная таких, ну, я себя вижу в этой теме, потому что я бы спорила и за каждой запятой. Я бы переживала за каждого слова, я бы спорила, билась там и так далее, доказывая свою правоту, не являясь лингвистом, не являясь вообще человеком близким к этому. Поэтому я буду считать себя профессионалом и буду знать, как мне написать эту книгу. Поэтому, когда они говорят, что обладая синтерпимостью к человеческим достаткам и уважением к мнению другим, и становится полезен для окружающих. И обладая откуда-то у этой кучки алкоголиков, алкоголиков, опять же, людей, как я, да, они это сделали, они написали книгу. Они написали книгу, по которой до сих пор, спустя 80 лет, есть возможность выздоравливать, опять же, мне. Они пишут дальше. Само существование, а мы люди в прошлом, злоупотребляющие спиртными напитками, зависит от нашей постоянной заботы о других и от того, в какой степени мы сможем быть полезны. А это то, что для меня напоминание, потому что мне хочется каждому всунуть эту книгу. На, делай программу, вперед. Хочешь быть трезвый, хочешь быть счастливый, вот, делай то, что здесь написано. Откуда я знаю? Она говорит, мы захотели быть полезными другим алкоголикам, мы написали ее и положили. Хочешь, возьми. То же самое, да, я потому что очень часто могу наблюдать на себе. Мы взвалим человека на себя, взвалим подопечного, взвалим мужа, взвалим там работодателя на себя и несем его вовсю, вот, спасать, причинять помощь, как говорит мой спонсор. Да, это очень моя тема. И вот здесь вот говорится, книга много раз говорит об этих вещах, что это не то. Это не та помощь. Мое существование зависит не от того, чтобы впихивать каждому что-то, что я считаю, что подойдет ему. Поэтому моя задача, например, вот в рамках анонимных алкоголиков, да, если ко мне кто-то спросит, мне сказать, а не пытаться засунуть, потому что, ну, мне кажется, Бог не насильник. Я да, а Бог нет. А у меня есть некий идеал, к которому не стоит стремиться. Вообще в этой голове уже потихонечку мы как-то отдаляемся от темы алкоголя как вещества. Да, они до этого много обсуждали нашу реакцию, да, почему вот одно из симптомов, почему алкоголь как вещество запускает в меня, во мне, в моем организме некий процесс, который невозможно остановить. Да, то есть они уже немножко позади. И вдруг они приходят к такой теме, что выход есть. Если вы такой же закоренелый алкоголик, каким были мы, то мы считаем, что вам нельзя останавливаться на полпути. Мы были в таком состоянии, когда жизнь становилась невыносимой. И коль скоро мы оказали в положении, из которого невозможно выбраться с человеческой помощью, у нас было всего лишь две дороги. Либо присти к своему печальному концу, пытаясь всевозможными средствами вычеркнуть из сознания невыносимое своего положения, либо принять духовную помощь. Ни слова про алкоголь. Здесь уже не говорится про алкоголь. Или, например, до этого мне тоже нравится этот отрывок, когда они описывают то, как к нам другие люди, не алкоголики, приходили и говорили, «Брось пить, ты что себя гробишь? Тебе нельзя пить, ты такая замечательная девушка, ты такой классный парень, почему ты пьёшь?» И потом написано, что поведение этих людей отличается от моего. Мне книга не говорит, что они пьют по-другому. Она говорит мне, что моё поведение отличается от поведения других людей, у которых есть выбор в алкоголе. В алкоголе в том числе и в своей жизни. И вот этот вот вираж, который вдруг, да, вот, почти никому, выход есть, почти никому не нравилось заниматься самоанализом, унимать свою гордыню, признавать свои недостатки, но этого требует процесс духовного совершенства. Причём здесь это, если я алкоголик, я пью как сумасшедшая, а мне книга не говорит с этого момента, ты в завязке, вот, хочешь жить, вертись как хочешь. Книга не даёт таких советов, потому что она понимает, что как только я такого вижу, я закрою книгу и пойду своим путём. Это не то, что мне требуется. И удивительно, да, я слышала о спикерской Ване, который здесь неделю назад рассказывал о своём пути, о том, как Бог пришёл в его жизнь и при помощи программы вот этих действий совершил чудеса в его жизни. Вот этот отрывок, который я прочитала, что жизнь становится невыносимой, и здесь не слово об алкоголе. Моя жизнь может становиться невыносимой и в трезвости. И в этом-то моя основная проблема как алкоголика. Моя жизнь становится невыносимой. Я, мне очень тяжело становится жить вот в той реальности, в которой я нахожусь. Мне кажется, что я должна быть счастливой, я должна быть богатой, я должна быть как же иначе. И мне кажется, что без вот этого всего в моей жизни стоит копейки. Мне необходимо бросить все свои силы, чтобы собрать свою жизнь до кучи, чтобы она выглядела каким-то образом нормальной. А мне говорят, нет, мой выход – это унимать свою гордыню, признавать свои недостатки. Этого требует процесс духовного совершенствования. Каким образом мне это сделать? Я увидела благодаря написанию четвёртого шага, например, проделанных до этого шагов, пятого со спонсором, шестого, седьмого. Я видела, что я обладаю огромное количество недостатков, которые управляют моей жизнью. Они ведут меня. Я хочу в одно направление быть счастливой, а они уводят меня в сторону. Они заставляют меня быть подлым, подлым человеком. Мой алкоголизм делает нормой лгать, красть, изменять и всякие другие вещи, которые… Это не я, я не хочу быть таким человеком. Меня так не воспитывали. Меня не воспитывали бы таким человеком. Почему вдруг… И, ну, когда я прихожу, я пришла в своей жизни к точке, что я не могу больше вот в этом процессе двигаться. Я не могу больше лгать. Я не могу больше изменять, красть. Я не могу. Я не могу этого не делать, и я не могу с этим никак бороться. Вот тут вот и начинается, окей, ребята, что делаем? Что делаем? И моя программа, как и программа, когда я работаю с девочками, которые ко мне приходят, она начинается с первых рекомендаций – это остановиться и позвать Бога. Я пробовала делать эту программу без Бога. У меня было три спонсора, с которыми у меня ничего не получалось. Я пила, не пила, так я и шла употреблять наркотики, либо то и то, и другое, микс, который, ну, я думала каким-то образом мне соберет мою голову. Да, и эти люди искренне пытались мне помочь. На неопределенный момент приходили к этому пониманию, что невозможно меня взвалить на плечи и дотащить меня до трезвости. Мне необходим свой опыт. Я не выросла в религиозной семье, мне не было, мне… Вот я помню, там, в восьмом классе директор моей школы, который преподавал историю, он сказал, что люди не могли объяснить некие метеорологические, да, всякие вещи, и поэтому выдумали Богов. И я до 20 с чем-то лет так была уверена. То есть в программе это все еще во мне жило, это та идея, за которую я цеплялась, потому что мне директор школы в восьмом классе так сказал. Почему? А если проверить? Мне книга говорит, да, вы проверяйте, постоянно проверяйте. Что значит проверять? Я попробую позвать Бога, а посмотрим, что будет лучше или хуже. Накажет ли он меня? Либо даст мне благодать какую-то. Не наказываю. Не наказываю. Я все жду от него какой-то. Он не насильник, это я насильник. И мне… Я прихожу к тому, что я готова слушать вас, потому что я вижу, что вы не страдаете от тех вещей, от которых страдаю я. В конечном итоге, когда мы говорим, что алкоголь решает все проблемы. Яла, я не дебил, я понимаю, что алкоголь не решает проблемы. Он каким-то образом меняет мое отношение к ним. Каким-то образом он меняет мое видение. Это то, о чем Билл много в своей истории рассказал. Мое отношение к этим вещам меняется, как только я принимаю алкоголь. Книга говорит о том, что действие алкоголя – это то, что меня заставляет пить. Эффект, который алкоголь производит. Я всегда буду кайфажером. Мне всегда нужно будет, чтобы какой-то эффект производил вот этого, да, и мерил меня с реальностью. Сегодня это другие силы. Сегодня это не вещество. Мне очень хочется сказать, что вот, делай шаги спонсором, и жизнь становится прекрасной. Нет. Это все равно, что, да, вот как, когда учишься водить, у тебя есть учитель, которого ты нанимаешь, который с тобой учит тебя правила. А потом ты сам ведешь эту машину. Вы знаете кого-то, кто идеально водит? Хоть одного человека. Я их все вижу на дороге, а они никто идеально не водят. За всеми слежу, за всеми наблюдаю, да. Это тоже часть моей болезни. И вот тот путь, который предлагает мне 12 шагов, они почему-то делают возможным то, что я больше не краду, не изменяю, не бью людей, не лютую и многие-многие вещи, которые были, ну, которые мешали мне жить. Те вот, ну, внутри качества, которые потихонечку меняются. Я вчера звонила в одно место, которое мне нужно сделать, девятый шаг. Я, будучи в армии, пошла на какой-то панк-концерт и сперла там бутылку. Четыре года я трезвая, никак не могу пойти с этим разобраться. Вернула уже многие финансовые долги и так далее и тому подобное. Я вчера наконец-то позвонила и узнала вообще, бар принадлежит этому месту, либо мне куда-то. Мне говорят, да, сегодня до семи. Я говорю, а можно я завтра приду? Я заинтересована в том, это часть моей программы. Они от этого не обеднеют, скорее всего, и не, ну, я предполагаю, я не знаю. Это часть моей программы, и об этом говорится, у меня есть два пути. Либо прийти к своему, как там было, к своему печальному концу, пытаясь всевозможным средством вычеркнуть из сознания невыносимое своего положения, либо принять духовную помощь. Боже, помоги, давай, вернем, давай, позвоним, давай, встретимся, давай, вот каким-то образом сделаем то, что здесь можно сделать. И у меня когда был юбилей на той неделе, две недели назад, ну, сколько-то там времени назад, есть вещь, которую я не успела сказать, но она во мне живет, потому что мне хочется сказать то, что я делаю сегодня, чтобы я остаюсь трезвой. И это маленькая часть от того, скажем так, это очень тонкая грязь, потому что не я оставляю себя трезвой. Есть нечто, что тот маленький набор средств, которые мне необходимо выполнять, чтобы силы пришли, вот эти вот силы пришли в мою жизнь и совершали чудо. Не я делаю чудо. И я посмотрела, у меня программа-то, ну, в плане всего ничего. Она не забирает у меня полжизни. Я боялась, по приходу в анонимной алкоголике, я боялась, что сейчас все это заберет, у меня все время, и вообще я буду монашкой, и это будет скучно, ни матом поругаться, ни сексом не заняться, ничего. Скучно? Казалось, что нет. Я зову Бога, как только я просыпаюсь, я зову Бога, потому что я знаю, что несколько секунд меня уже будет кот раздражать, который здесь ходит, собака у меня здесь чешется, муж здесь храпит, и меня мгновенно роняет. А я уже не готова к тому, чтобы мне вот роняло. Я настолько часто и стабильно стала, ровное состояние и мир с самим собой внутренний, что я не готова это терять. Я зову Бога, я постоянно останавливаюсь, я хожу на собрания. У меня есть постоянно 3-4 человека, с которыми я читаю книгу. Постоянно. У меня есть израильтянка, подопечная, очень интересный опыт. Она читает книгу, потому что мой эверит не настолько хороший, и это работает в нашем тандеме. Что я еще делаю? Я отвечаю на звонки, когда мне звонят, и я приезжаю спикерить, если меня зовут. Это моя основная сегодняшняя тема. Поэтому очень много чего хочется сказать. Важно помнить, что выход есть не только из пьянства, но из какого-то состояния невыносимости, которое все равно меня как человека будет периодически накрывать. И я не смогу получить помощи, пока я ее не попрошу. И никто мне впихивать насильно помощь не будет. И это не сработает, если это делать насильно. Поэтому моя задача – просить Бога, чтобы он мне поставил передо мной человека, которому я могу быть полезной, и показал, как. Потому что чаще всего мне не нужно спасать мир. Мне не нужно спасать детей в Африке. Мне не нужно пытаться кого-то там вывести из запоя. Возможно, моя задача – это недели, этого дня, этого года жизни – это подойти к человеку, которому плохо и обнять его, и все. Подойти и сказать, что все будет хорошо. Дать человеку эту надежду, потому что это то, что мне помогло в свое время. Поделиться частичкой тепла – это то, что я могу. Благодаря тому, что сегодня тепло уже есть в моей душе. Наверное, как-то так. Спасибо. Спасибо и тебе, Катя. Спасибо. Спасибо.